Поддельные лекарства угрожают здоровью казахстанцев. За несколько лет проверяющие установили 61 факт продажи фальсифицированных препаратов. Нелегальный товар завозят в страну из Европы и России. Защитить население от несертифицированной продукции призван новый законопроект. Он ужесточает ответственность за незаконную реализацию рецептурных медикаментов. О новых правилах на фармрынке. Эльза Акчурин. Антибиотики, гормональные и противовоспалительные препараты теперь можно будет купить только с позволения доктора. В комитете качества и контроля товаров и услуг объяснили эти меры следующим образом. В прошлом году ревизоры выявили 90 случаев реализации сильнодействующих лекарств без рецепта врача. В результате владельцев аптека оштрафовали аж на 20 миллионов тенге. Согласно оценке ВОЗ, проведенной у нас в стране, указано, что более 50% препаратов, которые необходимо отпускать по рецепту, отпускаются без назначения врача. И около 10% этих препаратов являются фальсификатами, не зарегистрированными на территории Республики Казахстан. Вероятность ошибки при выборе препарата, его дозы и длительности лечения может привести к удлинению продолжительности лечения до 80%. За три года фармацевтический рынок буквально заполонили поддельные, а значит опасные медикаменты. Перечень нелегальных лекарств достаточно высок. От дешевых пилюль до дорогих антибиотиков. Чаще всего выпускают препараты, пользующиеся особым спросом у населения. Вот, к примеру, от гипертонии и болезней желудочно-кишечного тракта. За полгода проверяющие отозвали лицензию 18 лекарств. Еще 43 вызвали у людей побочные действия. Мы собираемся запустить пилотный проект. Он рассчитан на три года. За счет него мы запустим систему контроля. Она позволит нам при помощи сканирования QR-кода вычислять производителя лекарства, дистрибьютора и аптеку, в которой будет реализовываться товар. Мы сможем видеть весь процесс поставки медикаментов, в том числе выявлять контрафактные препараты. В едином реестре числятся более 7 тысяч наименований медикаментов. Из них более полутора тысяч доступны без рецепта врача. А вот за нелегальную торговлю рецептурными препаратами у владельцев аптек впредь будут отзывать рецензии. Такие меры сами бизнесмены называют карательными. Они уже терпят убытки, но в комитете не преклонны. Безопасности, здоровье населения важнее.